Добрый день, уважаемые подписчики, жители Калининградской области, разрешите представиться, меня зовут Леван Дерасели, я являюсь заместительным представителем правительства Калининградской области, министром цифровых технологий связи Калининградской области, и мы сегодня будем обсуждать три вопроса, это развитие цифровых услуг, государственных услуг, развитие сетей связи и меры поддержки для IT-специалистов. Хочу сказать, что в 2021 году мы реализовывали и переводили 75 массовых социально значимых услуг в электронный вид, это очень такая большая работа была проделана, она нужна для региона, для жителей, всего у нас в электронную форму переведено 83 услуги, я сказал, что 75 из них это массовые социально значимые услуги, с начала проекта, с 1 июля 2021 года уже подано 100 тысяч заявлений в электронном формате, и это обеспечило нам такой, скажу, рост во всех показателях по оказанию данных услуг. Ввиду того, что это массовые социально значимые услуги, мы этого показателя достигли в районе 97%, который у нас изначально была планка 95%, мы его перевыполнили на 2%, но будем стараться и доведем этот показатель до конца года в 100%. У нас осталось буквально 2 услуги в переводе. Что это за услуги? Это, ну сейчас скажу, топ-5 таких региональных наших услуг. Это назначение осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, компенсация расходов по оплате жилого помещения жилищно-коммунальных услуг, зачисление в общеобразовательные организации, запись в детский сад и предоставление градостроительного плана земельного участка. Важным итогом работы является постоянное увеличение востребованности этих услуг и по данным Минцифры России порталом госуслуг уже за последние 3 года доля граждан, которые пользуются порталом госуслуг, оно выросло в 3 раза. Предоставление услуг в электронном формате обеспечивает для жителей Калининградской области минимизацию времени, бюрократических процедур и как следствие оказание услуг в очень сжатые короткие сроки. Я дальше буду рассказывать, мы планируем перевести, у нас сейчас в регионе действует базовый уровень развития данных услуг, мы со следующего года начнем оказывать услуги в проактивном таком виде 24 на 7, это позволит нам еще больше сократить сроки оказания услуг, что в свою очередь отразится и соответственно качество. Хочу сказать, что Калининградская область и в прошлом, но в этом году была отмечена Минцифра России как один из регионов, который показал наилучшие результаты по оцифровке госуслуг. В 2022 году, буквально в сентябре этого года, мы планируем запустить свой региональный портал государственных муниципальных услуг, в котором уже наши региональные услуги мы планируем перевести в электронный формат. Это 53 услуги, сейчас они оказываются в бумажном виде, посещением многофункциональных центров, но в сентябре мы запускаем этот наш портал региональный и граждане смогут получать эти услуги в электронном виде, в электронной форме. Это, естественно, скажется также на отношении людей к госвласти, госорганам и, соответственно, получении услуг в безбумажном виде. Что это за услуги будут? Значит, сейчас расскажу пять топ-услуг. Это предоставление выплат при рождении ребенка, предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком, распоряжение средствами областного матокапитала, предоставление отдельным категориям граждан льготы на проезд при оплате и записи ЗАГСа. Всего их там будет 53. Это что касается госуслуг. 24 на 7 – это концепция предоставления данных услуг, независимо от того, работают госорганы или не работают. Эти услуги будут в любом случае оказываться в таком режиме 24 часа 7 дней в неделю. Мы считаем, что это очень хорошее развитие этих услуг и, в принципе, гражданину из любой точки региона можно будет получить эти услуги. Сейчас дальше. Как получить услуги, имея ту или иную связь? Сейчас дальше буду рассказывать. Второй вопрос – это развитие сетей связи и в чем здесь у нас на самом деле есть и проблемы, и позитивы. Вопрос обеспечения жителей региона качественной связи в том числе является для деятельности Минцифры и Калининградской области одним из приоритетов для обеспечения жителей доступной связью. Мы прорабатываем с операторной связи, с Министерством цифрового развития и массовой коммуникации Российской Федерации вопросы улучшения и дооснащения наших муниципалитетов необходимым оборудованием. У нас было в стране три этапа, в частности, в Калининградской области было три этапа развития федерального проекта устранения цифрового неравенства, оно было начато в 2017 году, первый этап был в 2017-2019 годы, и он охватывал населенные пункты от 250 до 500 человек. Этот этап реализован, подключены магистральные сети с точками коллективного доступа в сеть Wi-Fi, и были установлены базовые станции стандарта 4G, это и мобильная связь, и интернет мобильный. Построили больше 700 км оптики оптоволоконной связи линии точки Wi-Fi, организованные в 127 населенных пунктах, в которых проживает больше 60 тысяч жителей. Доступ в интернет-точках, организованный на рамках проекта УЦН, осуществляется бесплатно для населения. На втором этапе проведена работа по подключению к магистральным сетям оставшихся населенных пунктов, и в том числе мы туда задействовали еще и социально значимые наши объекты, школы, ФАПы, пожарные части и объекты культуры библиотеки. Всего за три года реализации проекта, вот второго этапа, 19-21 годы, по выделенным линиям связи подключено к сети порядка 186 объектов. В 19-м 41 объект, в 20-м 50, и вот в 21-м самое большое количество 95 объектов, что способствует дальнейшему развитию связи в отдаленных и малых населенных пунктах. Но это еще не все. Третьим этапом реализации федерального проекта, 22-й год, 23-й, по устранению цифровых неравенств, в том числе в восточной части региона, мы планируем совместно с федеральной Минцифрой реализовать проект по прокладке оптоволоконной линии связи до населенных пунктов от 100 до, от 250 до 1000 человек, это 39 населенных пунктов, и от 100 до 250, это еще 107 населенных пунктов. Проект на самом деле очень большой, масштабный, мы хотим сделать Калининградскую область цифровым регионом, поэтому два года будем заниматься также проведением оптики по населенным нашим всем пунктам. Что это нам дает? Это нам дает высокоскоростной интернет, и плюс к этому мы хотим и в проекте попросили федерацию учесть не только доведение такой оптики до населенного пункта, но и создать распределенную сеть, чтобы от центральной точки муниципалитета до домов многоквартирных и обычных, чтобы этот интернет был проложен за счет государства, чтобы граждане не платили огромные суммы средств для отдельного проведения к своему дому такого проводного интернета, потому что у нас на интернете сейчас завязаны все наши услуги и госуслуги и все остальное. Поэтому эту работу мы будем проводить, и в ближайшее время мы также будем анонсировать. сейчас идет сбор таких заявок по всей стране с учетом наличия необходимого оборудования, в том числе будет доведена до нас информация, но мы включаемся в этот проект, безусловно, и будем ее реализовать. Думаю, что у нас все получится, и с этим у нас будет также развиваться и мобильная связь. Также мы уделяем серьезное внимание цифровизации образовательного процесса. В 2021 году по проекту «Цифровая школа», который описывает единое правило функционирования инфраструктуры, в Калининградской области реализуется развитие IT-инфраструктуры. мы начали этот процесс еще в прошлом году, в этом году мы должны обеспечить 168 школ современными точками доступа Wi-Fi, с видеокамерами на входы, с регистраторами и своей системой, локальной системой. Значит, на эти цели было заложено порядка 200 миллионов рублей, проект уже реализовывается. На текущий момент сделана практически треть этой нормы, но сейчас летний период, мы эти объемы будем наращивать, поэтому до конца года мы 250 зданий школ должны оснастить по этому проекту современным Wi-Fi и камерами видеонаблюдения. Значит, что касается мер поддержки, то в соответствии с указом президента номер 83 от 2 марта 2022 года о мерах по обеспечению скорой развития отраслей информной технологии в целях обеспечения поддержки, предоставляется следующая мера. Это льготная ипотека для IT-специалистов, право на получение отстрочки от призыва на военную службу на период работы. Также для юридических лиц это возможность уплачивать страховый взнос, применяя пониженные тарифы 6% на обязательное пенсионное страхование, 1,5% на обязательное соцстрахование, 0,1% на обязательное медстрахование. Также возможность уплачивать налог на прибыль, применяя льготную ставку. Это 3% федеральный бюджет и 0% бюджет субъекта. Также возможность привлекать к трудовой деятельности Российской Федерации высококвалифицированных специалистов из числа иностранных граждан в упрощенном порядке. Освобождение от налогового контроля, валютного контроля и других видов государственного контроля и муниципального контроля на срок до 3 лет. Для получения указанных мер поддержки IT-компании должна быть аккредитована. Аккредитация осуществляет Минцифры России на портале Госуслуг через портал Госуслуг. Значит, госаккредитацию в праве получить российская организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий по определенным кодам АКВЭД. Калининградская область также, что касается льгот, является особой экономической зоной. И мы как особый регион предоставляем IT-компаниям соответствующие льготы. У нас есть специальный правовый режим. И для резидентов особой экономической зоны Калининградской области предусмотрены следующие преференции по налогам и взносам. Это налог на прибыль 0% в первые 6 лет, 10% в следующие 6 лет. Налог на имущество организации 0% также в первые 6 лет. И 1,1% в следующие 6 лет. И по земельному налогу у нас 0% в течение 5 лет. И по страховым взносам 7,6% в течение 7 лет. Также ряду резидентов предусмотрены налоги по упрощенной системе налогообложений. Также в Калининградской области действует региональная программа повышения мобильности трудовых ресурсов, реализуемая Министерством соцполитики. В рамках указанной регпрограммы бюджетом предусмотрены средства для привлечения высококвалифицированных специалистов из других регионов, на которых в Калининградской области отмечается дефицит. Что компенсируется этим специалистам? Это затраты на переезд и доставку багажа, наем жилья, приобретение предметов бытового обустройства, повышение квалификации, консульской сборы и так далее. Коллеги, в двух словах у меня, наверное, все. Я сейчас буду зачитывать вопросы, и как раз в этих вопросах и ответах на них мы вам расскажем, что мы делаем по... Самые вопросы были связаны с интернетом, со связью, и как раз с вами будем обсуждать, что у нас происходит, что наболело у граждан. Спрашивает Анна Тис, когда будет интернет в электричках? Где есть точка бесплатного интернета в Калининграде? У нее три вопроса. Два, два вернее. Так, живем век нанотехнологий, а инета нет. Ну, что можем сказать? Мы сейчас в настоящее время прорабатываем с Калининградской железной дорогой над решением вопроса с организацией стабильного доступа в интернет. У нас есть две точки, где действительно у нас на перегонах со связью не очень, так скажем. Это Колосовка, Светлогорское направление и Рябиновка. Значит, работаем с оператором связи, чтобы они оптимизировали свое оборудование, и обязательно там доставлять новое. Поэтому мы сейчас идем, будем обходиться малой кровью, так скажем, да, перенастройкой оборудования. И далее, если необходимо будет доставлять оборудование, будем также прорабатывать этот вопрос, может быть, в том числе и с участием Федерации. У Анны еще был второй вопрос, это где есть точка бесплатного интернета в Калининграде. Точка бесплатного интернета у нас есть на Ленинском проспекте, дом 32, а также во всех многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг. И в городе Калининграде у нас четыре таких офиса, поэтому в любой можно прийти и поймать связь. Второй вопрос спрашивает Полина Сергеевна, Сергеева. И еще вопрос, не считаете ли вы кощунство, когда поселки для обеспечения интернетом выбирают путем голосования сети интернет, может также выбирать людей для протезирования ног соревнованиями, кто дальше прыгнет или быстрее всего прибежит. Ну, на самом деле, тут вопрос не очень, наверное, корректный. Да, у нас я перед этим отвечал, что у нас, в принципе, во всех муниципалитетах есть многофункциональные центры, куда можно прийти и бесплатно поймать связь. Значит, министерством проработаны все проблемные населенные пункты региона с населением от 100 жителей, то, о чем я говорил, и мы планируем таких пунктов на 140, и мы планируем за счет программы реализации оптиковолоконной связи обеспечить интернетом стабильным вот в течение там двух ближайших лет. Ну, естественно, у нас есть некоторые ограничения по наличию того или иного оборудования с учетом санкции. Значит, Минцифры России было принято решение о проведении, мы проводили в прошлом году голосование по проекту «Устранить цифровое неравенство». В этом проекте у нас отобраны муниципалитеты, населенные пункты, где будут установлены уже в этом году, в августе месяце уже будут законтрактованы объекты, и до конца текущего года в тех населенных пунктах, которые граждане выбрали, будут устанавливаться новые базовые станции для улучшения мобильной связи. Дмитрий Полежаев спрашивает. Здравствуйте, будет ли доступный проводной интернет в поселке Коврово? Ближайшая точка подключения интернета находится примерно в 500 метрах от дома, рядом с администрацией поселка. Подключение дома к интернету стоит 12 тысяч рублей. Ценник просто албанский. 21 век на дворе, а интернетом дома не пахнет. Возможно, хотя бы нормальный сигнал беспроводного интернета можно сделать. Телефон в доме практически не ловит самую простейшую связь, общение по телефону происходит с обрывами слов, не говоря уже об интернете, который приходится ловить на улице. Особенно выражено это в туристический сезон. Да, действительно, в туристический сезон у нас растет нагрузка на оборудование операторов связи, поэтому связь может ухудшаться местами и временами. Уважаемый Дмитрий, для того, чтобы подключить ваше домовладение к проводной сети доступа в интернет, необходимо провести, как вы действительно сказали, до вашего дома волоконно-оптическую линию связи от узла доступа оператора. Для этого необходимо получить тех условия. Да, это платная процедура с учетом всех работ и прокладки по оценкам оператора. Мы делаем такую аналитику. У нас прокладка одного километра оптики, скажем так, да, вкратце, может стоить более 100 тысяч рублей. В случае подключения нескольких домовладений, естественно, операторы связи, они разделяют стоимость и распределяют между домовладениями пропорционально. В Коврово присутствует стабильное покрытие. Мы также делали такую аналитику. По технологиям интернета 4G есть операторы Beeline, МТС и Мегафон. Значит, по данному вопросу, в принципе, можно также обратиться непосредственно к операторам связи, позвонив в службу техподдержки или мобильное приложение. Еще раз повторюсь, да, мы будем реализовывать в течение двух лет проект не только доведение до населенных пунктов оптики, но и до домовладения. Поэтому это у нас такое централизованное системное решение. Мы хотим сделать, еще раз скажу, Калининградскую область от цифрового региона, чтобы практически до каждого населенного пункта и домовладения был у нас качественный интернет и качественная мобильная связь. Следующий вопрос. Максим Саид Каримов. Почему 39-й регион не осваивает 5G? Надо упрочнять с Китаем эти технологии. Скажите им добро пожаловать к нам. Все стали недовольны связью. Что касается сети 5G, то планируется строить эту сеть, естественно, на отечественном оборудовании. Указанное оборудование сейчас находится в разработке. Также важным фактором для успешного развертывания на сети является выделение частотных диапазонов. Указанные вопросы в России планируется решить в течение ближайших нескольких лет. После чего начнется развертывание, мы предполагаем, что не раньше 2024 года. Татьяна Шпит задает вопрос. Отдыхали в Мысовке. В Славском округе связи нет. Тиндер не работает. Парней местных не лайкнуть. Как девица-красавица с такой связью найти нормального рыбака? Да, к сожалению, пока в поселке Мысовка нет сотовой связи стандартной 4G. Но у нас в планах подключение уже в 2023 году в рамках федеральной субсидии, которую мы будем реализовать вместе с федеральной Минцифрой. Полина Сергеева. Добрый день. Вопрос в поселок Зайцево, Правдинский район, всего 40 километров от Калининграда. На сегодняшний день в поселке нет проводного интернета. Мобильная работает только с усилителем мобильной связи. И то скорость не позволяет, например, детям использовать образовательный портал, например, УЧИРУ. Рядом два поселка, Филипповка и Сосновка, расстояние до каждого 1,5-2 километра. Ситуация со связью точно такая же. Всего в указанных поселках проживает более 400 человек. Мимо нас проходит оптиволокно на Правдинск, но это никак не влияет на возможности жителей названных поселков. Если нет возможности организовать доступ через оптиволокно, то можно ли рассмотреть установку вышки мобильной связи, и это помогло бы хоть частично решить проблему сразу в трех населенных пунктах. Ростелеком сообщил, что техническая возможность предоставления услуг отсутствует, но эти работы по домодернизации на 2022 год не предусмотрены по причине низкой окупаемости для коммерческих организаций. МТС нам сообщил, что на 2023 год у них запланировано строительство базовой станции на расстоянии 1 километра от поселка, что позволит жителям поселка получить устойчивый и качественный доступ в сеть интернет. Но опять же, еще раз повторюсь, что мы будем строить распределенную сеть от населенных пунктов до домовладения. Процент на домовладение мы планируем охватить не менее 60%, чтобы все домовладения имели доступ в интернет такой. Маргарита Харитонова. Добрый день. Хочется знать, когда улучшится связь интернет в поселках, а именно поселок Февральско-Красноцаминского района. Жители имеют возможность доступа к сети интернет по технологии 4G от станции Мегафон 2,5 километра в поселке Весного, что позволяет получить стабильный доступ. Ну, если у вас не ловит интернет, если нам оператор сообщает, что там есть стабильная связь, то большая просьба написать, обратиться к операторам, да, или же написать нам, к Минцифру, мы уже со своей стороны, с операторами будем вести эту беседу. И мы планируем, что также там необходимо свое оборудование, которое у вас есть, немножко его, наверное, использовать дополнительно там комнатную или внешнюю антенну для этого. Татьяна Диканская. Когда будет лучшая связь в поселке Отважное Багратионского района. Коллеги, ну вот, наверное, однотипные у нас вопросы. Жители имеют возможность доступа, позволяют получить бесплатный доступ в сеть интернет. В случае наличия проблем с приемом сигнала, рекомендуем использовать дополнительную комнатную или внешнюю антенну. Также, если у вас есть нестабильная связь, также просим напрямую обратиться к операторам связи, и чтобы они дали свои комментарии, а так, если что, написать с обращением в Минцифру, мы уже дальше проработаем. Людмила Жаркова. Слабо тянет интернет в городе Полеск. Почему? Ну, такой, наверное, общий вопрос для всего Полеска. У меня еще осталось два вопроса, три вопроса, которые еще присылали до, и мы сейчас, наверное, будем рассматривать вопросы, которые поступают в онлайн-режиме. Значит, слабо тянет интернет в городе Полеск. Почему? Жители Полеска имеют возможность доступа к сети интернет по технологиям 4G. У нас там четыре больших крупных оператора. В случае наличия также проблем, необходимо обратиться к оператору, ну и, соответственно, если также есть проблемы, обратиться в Минцифру. Значит, Баринова Анастасия. Добрый день. Когда жителям поселка Люблино будет доступен проводной интернет и станет отличной мобильная связь. Улица Полевая, Дальняя Заречная, Первомайская. Также хотим сказать, что все-таки на этих территориях есть 4G, обеспеченные в полном объеме. Также необходимо обратиться к операторам. Ну, еще раз повторю, что у нас есть проект двухлетний до доведения широкополосного интернета до домовладения. Лилия Антонова. Очень хочется, чтобы в вашем ведомстве, вот хороший вопрос, на самом деле мы возьмем его в проработку и в ближайшее время, наверное, ответим с коллегами с профильного министерства, переговорим, как лучше нам этот проект реализовать. Очень хочется, чтобы в вашем ведомстве задумались над проблемой помощи одиноким пенсионерам и инвалидам в освоении IT-пространства. Личные кабинеты и прочие моменты зачастую недоступны самым незащищенным слоем общества. Ведь далеко не у каждого одинокого пенсионера и инвалида есть доступ в интернет, элементарный планшет или мобильник с интернетом. Скооперировались бы с отделом соцзащиты, глядишь, кто-нибудь и вспомнил бы про вас добрым словом. Реальные дела иногда более полезны, чем горячие линии ни о чем. Я совершенно согласен по этому, и говорю, мы с коллегами из Министерства соцполитики проработаем на этот вопрос и отдельно тогда осветим его. Пользуясь случаем, хотелось бы предложить подписчикам, жителям Калининградской области заходить на наши официальные площадки, на платформу ВКонтакте, в соцсети, в Телеграме. Мы также будем там в онлайн-режиме отвечать на ваши вопросы, запросы жителей. Так, теперь смотрим, есть ли у нас вопросы в онлайн-режиме. Так, спрашивает Алектина Шарапова. Сложновато через госуслуги записаться на прием к медспециалистам? Часто зависает сам портал или сбой программы? Иногда, наверное, действительно, да, есть, необходимо, наверное, проверить настройки компьютера и, в принципе, проверить связь. Ксения Гасанбекова. А как рассматривается вопрос о проведении интернета в СНТ, если СНТ находится в черте города? Значит, что касается СНТ, в принципе, также, ну, необходимо обратиться к операторам связи для решения данного вопроса. У нас в городе, допустим, Калининграде есть представлены все четыре наших, большая четверка, поэтому необходимо обращаться к операторам связи для проведения интернета. Значит, спрашивает Алектина Шарапова. Как получить доп. образование в 35? IT-технологиям переехать севером по программе переезда и получения работы. У нас действует проект «Цифровые профессии» по доп. образованию, где министерство цифры компенсирует от 50 до 100%, от 50 до 100% стоимости обучения. данная информация находится на сайте profidigital.gosuslugi.ru. Там большой набор и список профессий, поэтому по желанию и по возможности можете получить данное образование. Уже большое количество людей этим сервисом воспользовалось. 500 заявок уже по Калининградской области. Таша Геб. Зачем регистраторы в школах? Регистраторы в школах нужны, чтобы сама администрация могла смотреть за школой, что там в школе происходит, и также предоставляла ту или иную информацию родителям у школьников. Это прежде всего безопасность детей. Лидия Гиллс. Насколько правомерно повышение публичной абонентской платы в одностороннем порядке за услугу телевидения исключительно одному дому? Оператор Экран. Дом 2, трамвайный перевод, дом 4. На самом деле надо почитать ваш договор, что указано в договоре, какие права имеет оператор. По этому договору. Если вы с этим не согласны, то можно обжаловать его действия или идти в суд. Да, еще, наверное, 5 секунд, коллеги. Ждем вопросы, и тогда будем закругляться. Ну, мы такие встречи будем проводить периодично, поэтому еще раз готовьте вопросы, мы так или иначе будем освещать свою деятельность. И я точно знаю, что у нас одна из наболевших тем это связь и интернет, но мы для себя поняли, что нам надо весь регион оцифровывать, поэтому совместно с федеральными цифрой с правительством Калининградской области будем делать все для того, чтобы наш регион стал полностью цифровым. Всем хорошего дня, спасибо.